Приветствую вас, друзья! Ну, например, я где-то прочитал или увидел, или вы прочитали или увидели, очень полезный совет. Например, как снимать боль с колена. Ну, или какой-то другой совет. Как шею снимать там, или как страх снять. Ну, вот, а вы, допустим, этими страхами регулярно болеете, так сказать. Ну, условно говоря, я просто примеры привожу для того, чтобы объяснить, какая главная ошибка человека, когда он применяет какую-то рекомендацию. Ну, она может быть тысячекратно полезная. Ну, человек, его мозг так устроен. Если он в напряжении находится, он, безусловно, постоянно, всё время перепроверяет, наступил эффект или нет. Ну, допустим, коленка, как я вначале сказал. И вот болит, и вот я посмотрел, значит, как бы в интернете, что оказывается, если там три раза похлопать по коленке, мягко, 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 то перестанет болеть. А я похлопал, оно у меня не перестало. Я начинаю накручиваться. Ну, я условно говорю о механизмах, об ошибках, которые люди делают. Потому что мы каждую секунду ждём немедленно ответа положительного. Мы же стучимся. Нам же сказано, стучись и отворять тебе. Ну, мы стучимся, мы хотим, а там нет. И мы вот начинаем накручиваться. Не получается, не получается, значит, это не помогает. Вот, 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 вот. А может быть, оно через пять минут поможет. Вот вы понимаете, в чём дело? Поэтому, когда вы делаете ключевой стресс-тест, левитационный приём, когда вы применяете там, допустим, какие-то, ну, шалтай-болтай делаете там, или волной делаете, не надо каждую секунду ждать немедленного результата. Вот именно через мгновение. Помните, пожалуйста, когда у вас напряжение высокое, как раз-таки вот тогда, я уже говорил об этом как-то, но поскольку новички всегда заходят сюда, новенькие, новенькие, они же не в курсе дела. Они посмотрели там упражнения хлёст, там упражнения лыжных, а мне не помогает. Ну, во-первых, чему должно помочь? Это для того, чтобы снимать нервномышленные зажимы. А снятие нервномышленных зажимов – это в любой деятельности необходимо. И там есть длительные упражнения, там, ну, например, пять минут. Это что же толпы, правда? Пять минут. А есть ещё и по пятнадцать минут. И каждый подбирает своё, то, что ему положено, как говорится, по критерию индивидуального подбора. По максимальной комфортности, по зелёной зоне, так называемой. Это и есть ключ, вот этого в других методах мира нет, потому что надо именно подбирать приёмы и упражнения именно по критерии максимальной комфортности, естественности, простоты, без всякого насилия над собой, без всякого, чтобы это было напряжение, а именно идти вот по зелёной зоне так, как вам приятнее. И, оказывается, это вы подбираете именно индивидуально для себя. Именно, оказывается, самим процессом этого пути вы приближаетесь к истине. То есть к тому, что оно на самом деле нужно. Это же удивительно, да? Вот правда же, да? Ну, кто там попробовал уже принцип подбора путём перебора, по критерию максимального соответствия индивидуальной, по критерию комфортности, приятности. Поэтому кто-то, если мне скажет, друзья, а у меня лень вот это делать, мне неохота делать над собой насилие, так и не надо. Надо же делать то, что приятно. Зачем делать то, что неприятно? Оказалось, то, что делать приятно, это как раз правильно. Нас просто этого никогда не учили. Я вас очень прошу, напишите теперь комменты, как я говорил, понятно или не совсем, как говорится, достучался. Сим-сим, открой дверь. Как сказано, стучись и открой у тебя. Ну, поэтому, видимо, и надо повторять иногда. Поэтому я в некоторых роликах повторяю, потому что новички, 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 всё время приходят новые. И поэтому я всем желаю здоровья, счастья. В трудных временах особенно. Потому что именно этим мы, человеческим, именно этим мы во все времена, какие бы они ни были трудными, выстаиваем. Конечно. Я вам в следующем ролике ещё скажу, чем отличается время развития человечности от времени развития человеков. Потому что на самом деле человек, как он родился, и вот у него есть стадии повзросления. Ну, он падает, шишки себе набивает, там, огулкает, там, ну, много чего там делает. Его человечество тоже вот так же развивается. И падает, и шишки себе набивает, и всё проверяет, всё придумывает, и так пробует, и так пробует, метод проб и ошибок. И, наконец, она придумала такое, что мы теперь не знаем, как же такое у нас человечество молодое всё-таки по сравнению с вечности. Да, друзья? Поэтому не надо каждую секунду, каждую секунду так истошно, немедленно проверять. Ну, подождите хотя бы 5 секунд. Попробуйте 5 секунд. Или попробуйте минуту. И вдруг вы увидите, что у вас начинает получаться. Ладно. В следующий раз встретимся. До встречи. Продолжение следует...